Добрый день, дорогие друзья, вы на канале мода с Vladanna, сегодня я подготовила модный обзор моего комбинезона, вот такой комбинезон в морском колорите, с такими волны тут у меня плещут на берег, красивая вода, такие брызги разливаются живописно по мне и вот этот комбинезон чудесный, я вам сегодня хочу продемонстрировать, а также мы с вами рассмотрим схему комбинезона и моей маечки, он очень простой, что называется без заморочек, как вы все любите, я всегда для вас подбираю модели, которые эффектно, красиво, потрясающе смотрятся, но очень простые для изготовления, доступны, выкройка понятно, в ателье индивидуального пошива проходит большой спектр различной сложности модели, но для видео я выбираю самые доступные, но самые эффектные и вот этот комбинезон, опять же, мой любимый, для лета, для отдыха, для жары, для работы, многофункциональный, нарядный, такой чудесный принт на нем, морской, он также прост, вот вы видите его на мне, здесь в этом комплекте комбинезону я сделала маечку, она со своими нюансами, вы их потом рассмотрите, это может быть и костюм, брюки и блузончик, но я люблю комбинезоны, брюки я взяла свою основу, сделала небольшую добавку по объему, по бедрам, вот здесь я сделала развеечку по 5 сантиметров, так чтобы было свободно на мне, я не делала бокового шва, чтобы не разрезать мой рисунок красивый, сделала внутренний шов и небольшое заужение к низу, а блузочка моя, вверх комбинезона, это, вы видите, безвыточная основа, японочка, спущенное плечико, и я вот основу своей такой, как бы, майки, блузки, японочки, разрезала мой рисунок таким образом, вот вы видите, если вот я вот так вот сейчас сделаю, вот вы видите эту маечку, то есть здесь у меня 10 сантиметров по боку, и я по диагонали соединила с плечом, так чтобы у меня была возможность этот комбинезон легко и непринужденно снимать и одевать, вот у меня моя маечка, она доходит до бедер, и как раз вот здесь пришивается к моим брючкам, вот обычные брючки, вот поясочек, и на резиночке это все легко одевается, снимается, могу вот таким образом здесь заколоть, то можно этот комбинезончик сделать пуговичку или кнопочку, можно и маечку под него не поддевать, сзади у меня такой небольшой треугольный мыс на спинке, спущенное плечико по прямой, вот эта вот линия, моя пройма, вот здесь вот все, абсолютно прямой бок, без выреза проймы, вот опять же все просто, вы видели у меня и сложные модели, но в принципе если вот есть красивая ткань, зачем ее утяжелять какими-то карманами, боковыми швами, максимально упрощаем, что касательно маечки, сейчас вам покажу, снимаю, легким движением мой комбинезон снимается, ее особенность заключается в том, что я боковой шов, я его передвинула ближе по переду, чтобы легла моя драпировка в нужном месте, чтобы она не начиналась от бока и вообще вот как бы я здесь не делала вытачек, я сделала вот такой шовчик, вот спинка у меня сзади без вытачек, без бокового шва, она ровная полоса, которая переходит на перед, а перед, соответственно, я взяла вот эту вот длину желаемую по переду, он у меня тоже прямой абсолютно, и вот чтобы выйти на вот эту мою ширину по боку я сделала в нужном месте груди драпировку, то есть здесь у меня два прямоугольника, прямоугольник переда и прямоугольник ровной спинки, вот такая маечка, ну и пришила тоненькие бретельки, вот вы их видите, это у меня маечка, которую я люблю поддевать, как правило я так не хожу, я поддеваю или под жакеты или же вот как сейчас под комбинезончик, у меня таких маечек много по такому фасону, они мне подходят, вы увидели и сможете и себе подобную маечку повторить просто и элементарно, как всегда на канале мода с ладаной, ну и сейчас мы с вами рассмотрим мою схему с размерами на столе и вы подробно со всем разберетесь, перед нами схема моего комбинезона, состоящего из нижней части это брюки и верхняя майка блузон, а также отдельно я подготовила схему маечки, которая как компаньон у меня используется к моему комбинезону, вы сейчас увидите крупным планом размеры с моими уточнениями и комментариями, ну начинаем с наших брюк, опять же вы должны будете использовать свою основу брюк, ну вот конкретно в моем 54 размере, с моей длиной ног, вот такой вариант, здесь у меня без бокового шва, по низу брюк 60 сантиметров, ширина штанины на уровне шва сидения 80 сантиметров, по бедрам 65, в месте притачивания к маечке 59 сантиметров, 23 сантиметра у меня длина шва сидения по переду и 38 сантиметров длина шва сидения по спинке, это спинка, это перед, линия бедер на 8 сантиметрах от низа шва сидения и на 13 сантиметров от линии притачивания к верху комбинезона, эта линия понижена относительно линии талии, ну опять же ваша основа, ваша длина ног, удобные брюки, которые вы любите, которые мы привыкли, в моем случае я сейчас в силу особенностей фигуры, возраста, я предпочитаю прямые ровные брюки для лета, конечно же мне также нравятся бананы зауженные, но больше в фаворите вот подобный вариант, это льющаяся шелка, штапель, ну различные ткани, крепший фон под такой фасон, вы можете использовать брюки вот в комбинезоне свою выкройку, верх нашего комбинезона это такая маечка японочка, спущенное плечо и вот здесь я все подробно показала, все размеры крупным планом вы сейчас видите, красным цветом изображена спинка, а синим перед, ширина плеча у нас 20 сантиметров, а разница с переда и спинки 2 сантиметра, горловина по спинке понижение на 16 сантиметров, а по переду у меня изображена такая линия запаха и место пересечения у нас на высоте 27 сантиметров, ширина низа 59 сантиметров и переда и спинки такая же как и на моих брючках в месте притачивания, здесь предусмотрена кулиса под резинку шириной 3 с половиной сантиметра, опять же резинку вы определяете по своей фигуре, высота по боку до проймы 33 сантиметра, пройма по переду 19 с половиной, по спинке соответственно плюс 2 сантиметра, а понижение плеча на 6 сантиметров также по переду и также по спинке, по верхней части ширина по плечам и по горловине 62 сантиметра, в районе проймы 60 сантиметров у меня присутствует такое расширение, плечо удалено от центра на 11 с половиной сантиметров, линия по переду она выходит на бок на высоте от линии реза 13 с половиной сантиметров или же от кулисы на высоте 10 сантиметров, уточняю, что мой размер 54 и обхват бедер у меня 112, рост 1,68, так по комбинезону вы все рассмотрели, опять же под себя вы можете поднять эту линию немножко выше, я с самого начала предусматривала, чтобы у меня здесь был такой провесик, свободно все сниспадало, потому что я планировала комбинезон носить вместе с маечкой, поддевать маечку и вот наша маечка, ее размеры, сгиб по переду и по спинке, вот изображен, спинка у меня 30 сантиметров по высоте, перед 40, разница 10 сантиметров у меня вот здесь вот в этом шве я делаю сборку на грудь, драпировку, по низу моя маечка 52 сантиметра шириной, а в верхней части участочек 29 сантиметров, это спинка, то есть идет от бедра заужение, а по переду у меня также 19 сантиметров в верхней части и вот я изобразила привязку бретели, бретель 39 сантиметров длиной, по переду от бока 6 сантиметров, а по спинке 17 с половиной сантиметров, за счет этого кроя нет необходимости делать боковой шов, он у меня сместился, я часто подобные маечки делаю своим клиентам и вот за счет этого реза, такого смещенного, я подбираю лишние объемы, то есть учитывая особенности фигуры, вот подбирается хорошо под грудью, вытачка, поэтому эта линия проверенная и достаточно удобная, я вам рекомендую ее, если вдруг вы захотите себе пошить подобную маечку, соответственно летнее может быть и платье по этому же принципу из трикотажа, также в данном варианте комбинезона это может быть отдельно брюки и отдельно майка японочка, все нюансы рассмотрели, обработка пройм подворот сантиметровый на оверлок и по переду и по горловине косая бейка, а майка соответственно обрабатывалась на распошивалке, если нет у вас распошивалки, можно обработать оверлоком и подшить трикотажной строчкой, брители затачивались изнутри и выворачивались в готовом виде шириной 7 миллиметров, для комбинезона мне понадобилось два с половиной метра ткани, и я использовала штапель, а для маечки мне понадобилось полметра трикотажа, все прошли, все просмотрели, но если еще какие-то вопросы у вас возникнут, пишите в комментариях, сегодня я вашему вниманию представила вот такой, опять же, свой любимый проверенный комбинезончик, надеюсь он вам понравился, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, до новых встреч на канале Мода с Владаной, всего вам доброго, дорогие друзья! немножко продефилирую на своем подиуме примерочной